всем привет вы на канале пакша live пакшик это я и кухня моя в последнем видео вы видели собранную кухню без подключения воды давненько я уже не снимала видео все было некогда снимать монтировать но на самом деле буду подключили уже давно и я даже праздновал день рождения именно здесь на этой кухне с водой так что все хорошо увидите на фото меня на этой кухне мой день рождения но сейчас я вам расскажу и покажу значит во первых как работает кран мне нравится напор что он как бы легко регулируется вот это вот ручка сметителя очень удобно мягкая достаточно струя никуда ничего не брызжет сначала я даже как-то на это не обратила внимание если честно а вот так из минусов то что кран установлен в столешницу смотрите видите он установлен сюда прямо деревяшку и когда вы моете вот эту часть то вода сюда конечно стекает но я сразу тряпочкой как бы ее стираю так что еще у нас какие изменения появились я вам говорила что мне очень нравится что в мойке здесь есть вот это крыло пока нету другой сушилки и вот сюда сначала складываю прибор сюда я еще не приобрела планку такую защитную для щели и и просто не было в тот момент наличии а в других магазинах ну я так просто и не съездила не знаю не посмотрела а верхние шкафы я не заказала есть мысль что может быть я закажу их даже не к ног сует потому что в кнопку сульт они его такие белые такие же обычные деревянных нету как это стали рада еще думать так теперь покажу что у нас с водой вот эти шланги значит я покупала сама покупала метровый как мне сказал мастер потому что у меня как видите шкаф стоит далеко сюда тоже идет полочка но на самом деле я ее не установлю то есть вот видите здесь такие дырочки на полке потому что надо делать в этой полке выпил для этой сливной трубы и на каком тоже расстоянии уровне и вообще мне нравится когда мусорное ведро спрятано в шкаф сейчас пока у меня здесь всякая кухонная утварь кастрюли там электроприборы варенье но на самом деле вот там шкафы пустуют туда еще можно много чего открываем этот шкаф здесь у меня также все по-прежнему сверху значит и оставлю такие более используемые товары смотрите здесь есть еще в углу такие приспособления для крепления к стене ну поскольку у меня кухня будет трансформироваться я как бы кухню не прикрепляла к стене смотрим что же стоит у меня рядом на самом деле можно подумать что это что-то относится к мебели к оксхольд но это нет это на самом деле строительный козлик который я просто красиво накрываю и размещаю на дополнительное получается такая поверхность и получается в целом но в мини кухню с таким поворотом и здесь у меня практически все вмещается тире не лежат столовые приборы столовые приборы у меня в день ящички и это находится не здесь качество фасадов и столешниц что я могу сказать просто у меня у друзей была кухня к ног сколько и они пользовались ей ну 10 лет это точно вот потом просто съехали на другую квартиру смотрите здесь я ходила же по магазинам и блеруа смотрела в бюджетной кухне но как бы нашего производства в чем отличие что там во первых мелкие шкафчики они узенькие но кому-то это нравится больше они по высоте более низкие они 85 сантиметров здесь 91 поэтому рассчитывайте где у вас будут розетки да вот например стандартной квартире видите это все ниже на самом деле розетки выключатели что еще могу сказать просто лишницу она не просто гладкая то есть это не просто такая пленка она именно вот как дерево она имеет фактуру такую структуру то есть она именно с ложбинками как у деревянной поверхности причем не только сверху но и вот здесь сбоку везде про сами сами материалы но я не знаю насколько хватит но надеюсь что все-таки за свою стоимость прослужит по крайней мере несколько лет повторюсь что это одновременно является и затычкой вот так вот то есть вода будет здесь наполняться вот и одновременно это для всякой нечисти так скажем что такое сито что я скажу про смотрите что я скажу про защиту стен пока поставила вот такую вот металлическую магнитную доску и она кстати вполне защищает мне стену то есть вода туда дальше не идет но у меня есть уголок вот я купила уголок в икее но пока его еще не прикрепила вот такой у меня сейчас достаточно но уютный как мне кажется у меня здесь все практически вмещается кроме как я знаю что вы спросите а где же крупы то есть вы этого ничего не видите крупа у меня да действительно пока войны и тумбочки и у меня есть планах поставить сюда третью полочку которая из этого ящичка она же у меня не используется я ее сюда и сделаю и одна полка у меня скорее всего займет в этот мукой крупами и всеми этими припасами хотелось бы рассказать вам конечно про стоимость но это будет скорее всего в отдельном видео а потому что стоимость нужно посмотреть всех частей но я вам расскажу про сборку про мойку и как это происходило спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал всем пока